Татьяна Александровна, здравствуйте. Татьяна Александровна, моя невестка, она же Железова. Высылаев водояблонки. Опор 600 граммовый на третий год засвела. Уже середина сентября, еще не падает. Большое спасибо вам, и Валерий Хостинович, за такую красоту. Ну, еще выпишем. Дальше в горной школе, недалеко от Мун-Ди-Баша. Далее ваш адрес всем семьям. Ну, пожалуйста. Здорово, похоже на ту же, я уже хвастался, Елена Александровна бросила. Это. Под Красноярском. Вот, пожалуйста, в горной школе. Ну что, позже мы сюда заходим. А еще, знаете, что? Для меня самое ценное, это вот эти. Все такое обвинение. Вы не генетик. Ну, у них, получается, не генетика. То надо из пяти веток четыре, толстых четыре, отпилить полностью. Вот это и вы не генетика такая. А у меня своя генетика. Смотрите. В отличие от мысли сибиряевки. Валерий Хостинович, это весны, привалы на ветку конкурент, плодосящего дерево, груши. Вообще, оно гиганта подмосковья. Повезло. Повезло. Я много таких не высоваю. Вообще, ну, гиганта. Плоды на соседних ветках увеличили. Спасибо. Двое. Вкусные, сочные, хоть и поздний сорт. Огромное спасибо за учебу. Вот она. Это. Гиганта на школе. Огромное спасибо за учебу и свежую кровь в нашем саду. Вы поняли? Увеличили. Спасибо. Двое. С чего бы это? Вот с чего? А мне? Проблем. Вот. Меня приняли во всем, что только можно. И приговор. Гигитативная гигитализация. Уже на ухо. Да. Это еще. Вот у нее они увеличивают в два раза. Да. А теперь с них возьмем. Которые увеличили в два раза. Веточки. Как это называется? Закрепим эти сочные люди. И мы уже начинаем вспоминать. Откуда взялась колновидки? Откуда взялась милобокрасная? Откуда взялась квинти? Откуда, откуда, откуда? Ну и мы получаем их из Канады. Ну, ваша мать-то опять скажет, брат скажет, за это шашка маха. Ну, сколько можно-то говорить, что это уже на ухо. Это говорят люди, которые... Вы понимаете? Мне вот это больше понравилось. Через точки. Отпоминай, брат, это же первого на тебя напали. Ты выпускник из сельхоза вуза. На мой взгляд, умнейший мужик уже умнее не бывает. Жизнь прожил. Все достойно. Оскорбили. Там была одна фраза, которую я не могу даже повторить. И тогда получается, что... Получается, что их же... Они даже не просто... У меня шикарное образование, вспоминает. Да? Они же вегативные организации уже наука. Кто ее образовал? Вот понимаете, друзья, что получается? Вот было всегда так. Любой моряк знает. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. А вы все так преподаете, что она стоит на четырех... То ли ослах, то ли нет. В общем, на четырех... На четырех слонах. Вот. Вот вы понимаете? Земля плоская. И вот тогда случается следующее. Любое достижение становится предметом изучения. Проходит время. Так. Его учи-не учи, а уже давно все ушло вперед. Когда-то это был этот самый... Профессор Блинок. Красноярский суть светлых металлов. Сейчас этого несут. Тот академия, тот инвестор, я уже отстал жизни. Но он, когда я приезжал в Красноярск, так... Работал я на СССР, ой, уже привычка. На Норильском мифевом заводе, да. Гидрометаллогии. А гидрометаллогия – это такая сложная вещь. Вот. Это ужас. Там запомнить 202 технологические линии, запомнить. И что в них? Это практически невозможно. Но возможно. И вот я приезжаю, он меня садит. А он преподаватель. Он профессор. Он завкафедрой. В этом Красноярском суть светлых металлов. И начинает меня расспрашивать. Представляете? А в других местах, особенно что касается... Там, где выращивают... Заметьте слово. Я никогда не оговорюсь. Выращивают. Значит. Экологов, ботаников, биологов, агрономов. Да, Александр? Вот. Там много нового люди узнали. А могли узнать от меня, если бы Баулин взял бы и всё-таки услышал бы. Мне в голову не пришло позвонить Баулину и сказали. Я еду к Целябинску. Ну, не пришло. А он не знал, пока не уехал. Но он узнал потом. Кто-то сказал. И вот получается, что... Ведь это же великолепно, когда кто-то может приехать, кого-то пригласить и сказать. Поучите нас. Важно лучше, чем у нас. Понял, чем Ульянсан. А здесь простой советский человек пишет. Огромное спасибо за учёбу и свежую кровь. Вот. Нету этого у вас. Нету, понимаете, господа учёные. А это может зритель в Красноярске. Вот пример с этим. Ульянсан. Коллекция растёт. Так, теперь. Следующая. Я вот ещё присылаю. Такое письмо. Я только взохнул горько. И думаю, надо ли вообще показывать вам. Смотрите. Смотрите. Смотрите сюда. Речь снова пойдёт о персиках. Вот. Персик Хасанский, благодаря двум-трёх самым большим энтузиастам, вот, их когда-то на Украине назовут выдающимися, когда-нибудь. Вот. Уже Хасанский завоевывал всю Украину. Когда счёт пошёл, это, о продаже килограммами и вёдрами косточек, вот, у неё стало не по себе. Вот. Там, выращившись в косточке, он может расти. То есть, это же, как растёт берёза. Это у нас похожие дела. Мы знаем. Вот. А всё-таки, вся Россия, это зона рискованного земледелия. Не зря у нас эти, помните эти жалобы. Краснодарский край оказалось бы идеальное место. Это растёт, это не растёт, это гниёт, это, ой-ой-ой-ой, это яблоки, пуск картошки, и всё только не это. Не узнал я про это. Так вот. Копаем дальше. Валерий Константинович. Раньше списывался с индусами насчёт высокогорного персика. Ну, есть же нормальные люди. До них и с индусами поговорить нормально, да? Насчёт высокогорного персика. Все спрашивали насчёт объёма партии. Может, я авторитет, скажу, как же, может им сказать, 1 доллар за кость, ну, за кость, с высоты 4 тысячи метров, и 1 доллар за 10 штук абрикосов, ну, переводите на 1, ну, давайте уже, пусть будет 100 рублей. Всё равно завтра будет 100. Вот и получается. 100 рублей за кость, в смысле 4 тысячи метров, да я бы не 100 рублей отдал бы. Я бы 100 тысяч отдал бы. Я бы, жереза. Вот. Если бы был маловар, хотя бы до 10. Вот. И 1 доллар за 10 штук абрикосов, видимо, самый высокогольный минус 56. Ну, тут бы я не стал бы ни рубля давать. У нас есть сибирский абрикос, но это кустарник, он забракован был ещё академиком Казьминым. Вот. А мне 73, 74. Так. А маньчжурский абрикос, он меня устраивает уже. Уже. А если есть где-то 56, то я бы, наверное, с ним бы связался, бы на 20 минут положил. Посмотрел бы, что с ним. Сделал бы гибриды, вегетативные гибриды, не сеянцы бы, не эти, не апреледин. Вот тогда бы да. А что я должен сказать вот этому человеку? Меня спрашивает совета, что я знаю про этот персик. Вот. Вы знаете, есть персик маньчжурский. Я о нём узнал, это как это, я им, от нашего стола, вашему столу. От нашего стола, вот вам персик, красавский, так? А от нашего стола, персик маньчжурский. А его, маньчжурский персик, используют как подвой. Он абсолютно не съедобен. Мелкий, не уходил. То есть, это действительно, оказывается, вот, я про него когда-то слышал, но чтобы реально кто-то им занимался. Ну, то есть, уже забарковали, а у нас, это, он же прекрасный, он же подвой. А у нас как-то тема, это, заблок. Ну, хрен его используют. Спасибо, молодцы. Персик, хасанский, маньчжурский. Совершенно не сниженные гробли. И вот, я даже этого не знал. И меня спрашивают, получается 100 рублей за кость высоты 4 тысячи метров. А если он не съедобный? Но 4 тысячи метров, это минус 50 градусов, самое малое. Самое малое, это минус 50. Тогда получается, как по-двоему цены нет. Тогда бы я бы, конечно, как у моих райских ребят, я бы метрами. А мне бы 10 бы таких косточек. Ну, 100 косточек. Да по цене 1 доллар. С руками бы я оторвал. Но, начинается проблема именно с этого. Итак, я моложе. Тогда я беру 1000 косточек. Отдаю 1000 долларов. Или 100 тысяч рублей. Почему нет? Я моложе. Для меня это уже вопрос, это, самое, стоять ребром. я кто, садовод или где? И тогда я покупаю за 100 тысяч тысячу косточек. А начинается какая работа? Правильно. И дело уже не в том, что замерзнет или нет. А вы представим себе, что он там выдерживает минус 50, а он абсолютно не совместим с другими песнями, с Хасанским, тем же шлифтом, который у меня замерз безвозвратно. В обычную зиму это укрыто полностью. Вот. Вся работа только начинается. Значит, 100 тысяч рублей должен дать человек, для которого впереди. И просто бизнес, для бизнеса моих Хасанских вот так вот. это работа науки. Ирин Александр, кому я клоню? Граждан Хасивинич, будущий академик, будущий этот самый. Как минимум, вектор это теряется в академии. Вы мне можете понять меня, как это важно, чтобы этим занялась наука. А, дочка. Вот. Я не могу по-другому прорачивать. Как он сейчас говорить. Сухим тоном, как преподаватель. Не могу. Отсюда я с Горьи еще написал. Мне бы скинуть 30 лет. Вот это вот устаревшие данные. Я думал так. Вот стоп, здесь в классе купите, походите 11-12, тогда гоните лишние тысячи рублей на заказы для себя. То есть, я хотел на вас заработать. То есть, с которым это называлось нагрузка. Хочешь я буду продавать без ограничений. 50 тысяч заработаю. То есть, продам 500 штук. Хоть одному, хоть истерым, по 50. Как угодно. После этого вступят в действие вот это вот. Потом и станет еще меньше, тогда в 10 проявляю на 5. Вспомните, я так делал уже. Так. Ну, с коммерцией закончили. Давайте так, осталось 10 минут. Стало 10 минут. И я ни слова не сказал про... Я хотел сегодня раскрутить надзюрские орехи. Урожай был предельный. Вот. И дело не то, что и продать надо по 30 рублей. Дело в том, что это получилось так. Получалось так. Вот. Да, ребята, я хочу вас предупредить. Якобы Дмитрий Карелин, это мой друг. Вот. Якобы. Якобы присыл. Это его письмо. Добрый день. Заметьте, имя, отчество моего нету. Обычно прискать переписывают. Здравствуйте, Валерий Костинец. А здесь Добрый день. Есть возможность продолжить 27500. На пару часов. То есть через 20-30 деньги вернут. Вот. Помните, я говорил, что мы доверчиваем, самый доверчивый на вот свете, поэтому мы хуже всех верем и нас обманут все. Вот. Так было. Говорил я об этом. Вот. Я быстренько посмотрел, сколько мне денег, а и там 200-800. Я ему сразу пишу. Значит, Дмитрий, у меня 200-800, только я больше не могу перевести. Вот. Ну, еще надо куда-то перевести же. Жду, когда номер карты появится. Ну, это по WhatsApp получил. Могу даже показать, как я эту переписку. Зал, дождал. Ответа нет. Потом понял. Ну, наверное, Карелину Дмитрию 2-800 не устраивал, а просто не устраивал. И он кому-то другому обратился. Потом думаю, господи, а почему он ко мне по его отчеству не обратился? Вот. А теперь я понимаю 99% вероятности, что меня хотели. Учитывая, что я всю жизнь помогаю, у меня было случилось, что я кому-то отказал, меня просто кто-то хотел кинуть. А почему я вам говорю? Значит, кто-то ведь заметьте. А, еще такой момент. Проходит день, а я еще жду хоть 2600 может выручу человека. Борг 2800 и все что-то лежит у меня. Смотрю, исчезла фамилия и там телефон, а фамилии нету и телефон. То есть вот берем на телефон и отправляем, проходит сутки, а я уже бояться начал. Смотрю, снова по-моему, кто-то сработал под него. Он подвесал вот так вот ко мне добрый день и точка. Вот так обращается, когда всем подряд вы знаете, когда хотят что-то от нас. Бывает просто фамилия. Вот как вы болели железу. Не болели железу, знаю. Вот это люди что-то хотят. Деньги, деньги хотят. Вот это я сказал, чтобы вас предупредить. У нас русский круг. Я себя не знал, Карелина. Но я его хорошо, да? Ну вот, пожалуйста, вот все я хочу сказать. Если это правда, я у него отчаянное положение, пусть простит. Какие деньги я не держу? У меня был случай три съема по пять тысяч какую-то покупку с моего. А это было лет десять назад, это все достигалось. Вот, 15 тысяч у меня, у меня на 15 тысяч нагрели. Вот, я в это, они меня в винтовку, извините за выражение, осенью обрадовали, сейчас они это, на середине будут. Ну, короче, вы догадали еще пусть я. Хорошие были деньги, по тем временам 15 тысяч. А может, не будем дело открывать, я говорю, я пенсионер. вот так. Поэтому я надеюсь, что кого-то я спасу, потому что сейчас, а, ну, это, уже, да, давайте на этом закончим, так, про межустрей, потом поговорю. Ну, осталось мы 7 минут, еще отсутствие перед этим был, ведь, все интересные, опять еще не нажал. Вот, почему? Валерик, с этим дня там было, это, Игорь, что, уже близкий сектар, а мне нужно, чтобы вы нажали, моя дочка, это, в конкурсе участвует, вот, нажмите, и она получит лишний голос, выручать. И только последнюю секунду, совпало так, телевизор работает, вот, одним ухом, ну, как в посломе, а мне, говорят, люди только нажимают, чтобы там проголосовать, и у тебя ни копейки денег, вот так вот, а потом и служить действительно это, кто меня просит, какая дочка, кто этот человек, почему он ко мне обращается, значит, он обращается ко всем, это, это, и никакой спам не помогает, ну, в общем, вот, на этом мы с вами закончили официальную часть, я буду дальше заглядывать, вот, а у меня 4 минуты, значит, вот это вот виноград нашего волшебника, макаролики, вот, вот соревнования, да, а это наш рекалин, Александр Петрович, я считаю, в наше время, в наше время, не все наши живы, вот, а вот живы, я считаю, номер один, вот, это высшее образование, канцер сельхоз, да, Петрович, тогда получается, что это второй, и последний наш человек, который все знает, все умеет, прошел все стадии, начиная от этого крупного администратора, заканчивая сторожем военкомата, вот, фермер, вот, лекции читает, я просто горжусь, просто горжусь, понимаете, этим человеком, я всегда говорю, что если такие люди со мной дружат, это меня приподнимает, вот, вот это вот, последнее его выступление, оно было на, 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 как, не выставка, а фестиваль, то вы помните, того я познакомил с Олегом Владимировичем, тот организатор, а это второй организатор, вот такие люди, и вот я еще раз, рядом Ильюсовинись, третьим еще взяли бы Сергея Железова, в многих отношениях ему равных нет, он практик, и вот тогда, этому Троицу, и через 5-6 лет, Тимиревская Академия такой же сад был, как у меня, но в 23-3 сад больше, так, и это стало бы мировой сенсацией, потому что уже все есть, уже все сделано, осталось только перенести на другую почву, во многих отношениях более благоприятную, то есть, никакой речи нет, что это мантюра, что все, что мы с Сибири туда перенесем, а я бы просто, как это, такой доставник, пусть не официальный, вот, я бы поделился, и это бы все, ну и виноград бы этот, потому что, извините, это самое, это же южный виноград, фактически, уровень юга лучших сортов, и тогда получилась бы мировая сенсация, и потом бы вот эта троица бы, значит, Рыкалин, Савельевич, и Железов Сергей, стояли бы на трибуне Нобелевской премии, Нобелевского, это, как галуреаты, и это реальность, но для этого надо, когда вдруг однажды, Алперов, кстати, коммунистом, мы так постарались забыть, я говорю, как старый большевик, так вот, коммунист Алперов, когда оказался третьим номером среди Нобелевских вариантов, а это редчайший случай, что россиянин, и тогда, как гордились, вот, а здесь, ну что, посмотрите на Рыкалин, он что, не может сделать то, что, дайте только возможности, проходить обычное, он, высшее образование, сельхоз, вот что, обычным путем, пойти агрономим, и никогда мы ничего не добьемся, если мы что, я на этом заканчиваю, ребята, если мы не сделаем рывок, то есть, сразу новые люди, сразу, а у меня еще, в запасе, 10-20 человек, которые, в невиданной сады, которые не снились, и березники, помните фотографии, все присвоили, вот на этом, позвольте, закончить, нужна новая кровь, нужны новые люди, вот они, запомнили, все, все, дальше не показываю, «Все», звук, «Все», «Все». Продолжение следует...